Оперативная ситуация по состоянию на 18 мая. В Одесской области зарегистрировано 764 случая коронавирусной болезни, подтвержденным методом ПЦР. Из них 164 жители города, 600 жители области. Подольск 295, Котовский район 72, Беляевский район 79. 39 пациентов, находящихся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Из них 34 жителя города и 5 жителей области. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке. Из них 4 жителя города. Все без ИВЛ. У 33 пациентов состояние средней тяжести, 28 городских, 5 областных. По возрастному составу до года 1 пациент, от 14 до 18 лет 1 пациент, от 18 до 55 лет 20 пациентов, 18 городских, старше 55 лет 17 пациентов, 15 городских. Летальных случаев по городу 6, выздоровщих 32. Всего на 18 число в инфекционной больнице находится 153 человека. Из них 83 с подозрением на COVID. Выполнило 2414 быстрых тестов. Получено 154 положительных результата. 83 пациентов с COVID из числа жителей города проходят лечение на дому, на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Также забор тестов ПЦР производится в инфекционной больнице, мобильными бригадами, во всех городских стационарах взрослых и детских, а также в роддоме номер 2. В городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 90 пациентов с пневмонией. Старше 60 лет 6 пациентов. По состоянию на 18-е из областного центра поступила информация по 1027 контактным лицам, которые переданы в Центры первичной медико-санитарной помощи под наблюдение семейных врачей. За неделю у 60 пациентов закончился период карантина, и они сняты с изоляции. Всего с начала карантина снято с изоляции 583 пациента. В родильный дом размещают беременных с подозрением на COVID, в том числе и областных. В настоящий момент там находятся две пациентки. Продолжают работу три городские мобильные бригады Центра неотложной помощи для проведения тестирования на дому, быстрыми тестами и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Бригадами проведено 959 тестирований на COVID-19, в том числе находящимся под обсервацией в санатории Куяльник. За последнюю неделю проведено 64 экспресс-теста и 152 ПЦР. По инфекционной больнице за последнюю неделю выявлено 9 медицинских работников с COVID-19. Отделение 11 – это то отделение, которое не работает на COVID-19. Из них два врача, четыре медицинских сестры, три младших медицинских сестры. Госпитализировано 7 сотрудников, два находятся на самоизоляции. Проводится тестирование всех сотрудников и пациентов. Детально по 10 ГКБ. По состоянию на 18 мая за весь текущий период 10 ГКБ зарегистрировано 9 пациентов с положительным результатом COVID-19. Из них 4 пациента выявлены в реанимационном отделении, 4 в отделении терапии, 1 пациентка в отделении гастроэнтрологии. Среди трех выявленных пациентов выписаны на амбулаторное лечение в резиме самоизоляции. Один пациент умер, 4 пациента переведены на лечение в инфекционную больницу. Одна пациентка до сих пор находится в реанимационном отделении и не подлежит переводу в связи с крайне тяжелым состоянием и текущей потребностью гемодиализа по жизненным показаниям. Все выявленные случаи коронавирусной болезни были определены как эпид-ичаги, проработаны контактные лица, в том числе и сотрудники клиники, всего 125 человек. В настоящее время проведено плановое обследование 100% контактных и 90% остальных сотрудников 10 ГКБ, всего более 550 ПЦР-тестов. Оставшихся 65 анализов еще в работе. Дополнительно каждые 5 суток повторяются повторные обследования среди сотрудников, продолжающих контактировать с ковид-положительной пациенткой. Всего за текущий эпид-период выявлено 21 ковид-положительный сотрудник, из которых 13 асимптомные, 8 сотрудников имели разной степени выраженности коронавирусную болезнь, в том числе и 5 сотрудникам установлен диагноз пневмонии, один сотрудник с тяжелой коронавирусной пневмонии, Белинов Максим Юрьевич, враг-шеримотолог, 17 мая скончался в инфекционной больнице. Три сотрудника уже выздоровели, два имеют последовательных негативных тестов ПЦР. Соблюдаются все меры предовторожности по недопущению инфицирования сотрудников с использованием средств индивидуальной защиты. 4 мая госпитализация в 10 ГКБ остановлена. Все структурные подразделения больницы, за исключением отдельно стоящего корпуса ожогов и политравмы, закрыты на дезодработку и внеплановую помывку. По состоянию на 18-е дезобработка проведена во всех 100% запланированных помещений. Ситуация по первой больнице. Была приостановлена госпитализация с 6.05, протестирована ПЦР-тестами 23 сотрудника, в том числе сотрудники реанимации и 17 пациентов. Проведена заключительная дезинфекция отделения реанимации. Проведено эпидрасследование. Восстановлена госпитализация с 14.05. В соответствии с распоряжением номер 26 от 29.20 года, вопросы организации алгоритмов госпитализации пациентов с COVID, Департаментом здравоохранения были предоставлены предложения к региональному алгоритму госпитализации пациентов с COVID и сопутствующей патологии в ургентных состояниях. Первая волна. Инфекционная больница пациентов с COVID терапевтического профиля и Одесский областной клинический медицинский центр пациентов с COVID по следующим сопутствующим патологиям. Травматология, хирургия, лоргнойная гинекология, ожоги, гинекология, урология, неврология, нейрохирургия, таркальная хирургия, состудистая и офтальмологическая патология. Вторая волна. Взрослая городская больница номер 5. Первая волна. Дети в возрасте от 0 до 18. Инфекционная больница. Отделения 14 и 18. Вторая волна. Дети городская клиническая больница номер 3. Первая волна. Беременные женщины. Прерывание беременности. Родильный дом номер 2. В соответствии с приказом департамента утвержден состав соответствующих врачей для предоставления консультативной помощи больным с коронавирусной болезнью по специальностям гинекология, урология, хирургия, неврология детская, эндокринология, кардиология, лор и неврология. Оплата труда, повышение окладов на 15% за вредные условия труда и начисление дополнительной доплаты в размере 300% на период выполнения мероприятий пропорционально отработанному времени. Согласно приказу Министерства здравоохранения, Департаментом здравоохранения был издан приказ о необходимости проводить тестирование методом ПЦР каждые 5 дней всех медицинских сотрудников, задействованных в медицинской помощи на COVID. На первом этапе городская инфекционная больница, родильный дом номер 2 и центр неотложной помощи, мобильные бригады. На втором этапе по мере разворачивания госпитальной базы городская больница 1, 5, 10, 11 и детская больница номер 3. Учитывая значительное увеличение количества лиц с заболеваниями, связанных с коронавирусом, в том числе в Одесской области, Департамент здравоохранения обязал руководителей КМП обеспечить динамическое наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, проживающих в районах области, особенно неблагополучных по эпидемиологической ситуации, по коронавирусу, и выполнять тестирование методом ПЦР. Протестировано 192 сотрудника, 2 положительных. Это то, что вы на предыдущем штабе дали нам поручение, мы его выполнили и продолжаем реализацию. В связи с ослаблением карантинных мероприятий, во исполнении постановления Кабинета министра, Департаментом здравоохранения изданы приказы, по этапному восстановлению работы стоматологических поликлиник, об изменении проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановым операциям. При этом все пациенты подлежат обязательному тестированию на коронавирус методом ПЦР. Информация по подготовке больниц к госпитализации коронавирусом. Начаты работы по установке системы вентиляции в ПЦР-лаборатории. Продолжаются работы в полубоксированном корпусе инфекционной больницы на 35 мест и оснащение отделения и благоустройство территории. По второму роддому завершены работы по модернизации системы централизованного кислорода обеспечения. По улице Старопортофранска 24, плюс 20 мест, всего 24 места реанимационных есть во втором родильном доме. По пятой больнице на завершающем этапе модернизации системы центрального кислорода обеспечения в кардиологическом отделении по адресу Лидерсовский бульвар 11, плюс 12 мест, всего 24. По 11 больнице подрядной организации завершены работы по кислородной развязке в помещениях отделений, обвязки клеоцилиндра и установки дополнительной рампы на 10 баллонов, дополнительный источник, всего на 40 мест. Всего у нас получается 97 ИВЛ, которые пригодны для использования коронавирусной болезни, и 168 мест в реанимационных отделениях, которые обеспечены кислородом. 5 мая руководство Департамента здравоохранения провело рабочую встречу с руководством Одесского областного лабораторного центра МОСУкраины. Участники встречи обсудили текущую эпидситуацию с заболеваемостью на COVID, вопросы улучшения координации работы и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Одессы. По результатам проведенного совещания решены вопросы ускорения получения городскими структурами здравоохранения результатов ПЦР-диагностики, проводимых в подведомственных областному лабораторному центру лабораториях. Предложены пути оптимизации взаимодействия по обмену информации, отработаны схемы преемственности в процессе получения и отработки данных относительно выявления и наблюдения снятия с учета пациентов с COVID. Принято решение о переводе ПЦР-диагностики COVID-19 пациентов города Одессы в областной лабораторный центр. Отработаны вопросы по оказанию помощи центра. Решается вопрос о дооснащении оборудованием лабораторного центра на сумму 198 тысяч гривен. При этом следует отметить, что Украинскому научно-исследовательскому противочумному институту имени Мечникова были переданы 165 защитных комбинезонов и 20 щитков. Продолжается обеспечение оборудованием городских учреждений здравоохранения как за городской бюджет, так и за средства меценатов. За счет бюджетных средств были получены 7 аппаратов ИВЛ в различные городские учреждения. Это аппараты повышенного класса. Также была поставлена цифровая рентгеновская диагностическая арка типа ЦР дуга символ 4F9 производства Италии в городскую клиническую больницу номер 11. Было получено за средства меценатов 8 аппаратов. Также 5 мая Одесская инфекционная больница получила 50 тысяч медицинских масок, 1100 защитных костюмов и 400 защитных очков меценатской помощи от компании «Метер». Проходит регулярное пополнение средств индивидуальной защиты и текущее состояние обеспеченности инфекционной больницы и второго родильного дома представлено на слайдах. Продолжается организация питания медицинских работников за счет меценатов. Согласно приказу Министерства здравоохранения было разрешено проведение клинических испытаний препаратов Биовен в комплексе терапии тяжелой формы пневмонии вызванной коронавирусной инфекцией. Препарат является 10-процентным раствором иммуноглобулина человека для внутреннего введения. Лечение направлено на снижение иммуновоспалительной реакции до безопасного уровня и подавление цитокинового шторма для пациентов с тяжелой пневмонией вызванной коронавирусной инфекцией. Эти клинические исследования проводятся в опорных больницах Одессы, Киеве, Львове, Белой Церкви. 9 мая для сотрудников инфекционной больницы с поддержкой и благодарностью музыкальным приветом выступил городской духовой оркестр. Одесским городским центром здоровья разработаны и распространяются агитационные материалы по поддержке медицинских работников для размещения на сети лайта города, а также в общественных транспорте. Одесским городским центром здоровья выпущен ролик для поддержки врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной болезнью. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok